Судный день уже через месяц для американских политиков и для Дональда Трампа. Скоро промежуточные выборы, американцы должны переизбрать Нижнюю Палату Конгресса, десятки сенаторов, губернаторов и генеральных прокуроров штатов. И эти выборы могут поменять весь политический расклад в США. Почему, разбирался Дмитрий Анопченко. Казалось бы, раз имени Дональда Трампа в бюллетенях не будет, то и волноваться ему не о чем. Но именно на промежуточных выборах уже через месяц американцы должны избрать 35 сенаторов, 36 губернаторов, 435 конгрессменов в Палату представителей. И все это станет тестом и для президента. Ведь стоит демократам получить в Конгрессе большинство, следующие два года могут стать для Трампа кошмаром. Поэтому борьба идет за каждый голос. Хоть и выглядит политическая гонка непривычно для нас с вами. Вот она агитация по-американски. Никаких тебе билбордов вдоль дорог, они здесь просто запрещены. Никаких объявлений на столбах и стенах, которые до следующих выборов не отскрести. Только вот такие таблички на железных ножках. За день до выборов команда каждого кандидата объедет все точки, повыдергивает их, соберет, посчитает. И на этом агитационная кампания завершена. Только вот что интересно, у республиканцев баллотируются все те же люди, все та же команда. А у демократов на этих табличках практически все новые имена. В этом году впервые сделана настолько крупная ставка на новую кровь. И в основном на женщин, которые никогда еще не баллотировались. В ЦРУ и силовых структурах я занимаюсь поиском террористов и драгдиллеров, поэтому не боюсь политических атак и нападок. Я 35 лет занимаюсь журналистскими расследованиями, освещая главные события нашего времени. Давайте же снова сделаем Америку честной. А моя мама была командиром в военно-морском флоте и 20 лет прослужила на боевых кораблях. Огромных таких. А сейчас она в Конгресс баллотируется, чтобы помочь каждой семье. Предвыборные ролики совсем незамысловатые и непривычные. Ведь в этой кампании среди кандидатов белые мужчины, а именно так обычно и выглядят конгрессмены, в меньшинстве. Демократы еще на праймерис бросили на взятие Капитолия сотни женщин, темнокожих людей и политических новобранцев. Абигаль Шпенбергер выбрала стратегию тысячи рукопожатий. В сельской глубинке в Вирджинии она каждый день идет от дома к дому, стучится в каждую дверь и знакомится с избирателями. Еще недавно присутствие камеры ее смутило бы, ведь позади годы службы работы в ЦРУ. Была на оперативной работе, объехала полмира с секретными миссиями. После победы Трампа ушла с госслужбы заниматься воспитанием трех дочерей, но неожиданно получила предложение потягаться за кресло в Конгрессе с республиканцем. Вот эта девушка в нелепом свитере Дженнифер Льюис всю жизнь боролась против строительства вредных предприятий. Она тоже не выглядит как будущий законодатель, но на ее фоне нынешний конгрессмен-республиканец смотрится напыщенным чиновником. Историю Ванги Вильямс так и вовсе можно любому ток-шоу продать. Бедная темнокожая семья, дочь с тяжелой врожденной болезнью. В округе ни одного госпиталя. Со страховой компанией нужно было бороться за каждый цент. Ванга с мужем потратили все сбережения, лишились дома и стали банкротами, но денег на спасение ребенка все равно не хватало. Попытка попросить помощи у конгрессмена провалилась. Он их даже не принял. Приду в конгресс, я буду вас слушать и мы будем услышаны. Многодетные матери и женщины с трудной судьбой. То, что зачастую считалось минусом кандидата, демократы пытаются сделать козырем. Будет интересно увидеть, какой эффект это все окажет на результаты промежуточных выборов, когда женщины, которых постоянно притесняли, вдруг выходят на первый план и открыто заявляют. Мне не нравится, куда ведет страну Трамп, и я буду голосовать против республиканцев. На промежуточных выборах партия власти всегда теряет голоса. Но в этот раз противникам Трампа на руку еще и сексуальные скандалы. И недавняя история с кандидатом в Верховный суд, обвиненным в домогательствах. Мисс Шепард, редактор популярного среди феминисток веб-ресурса, говорит, хоть прямой связи вроде и нет, но их исследования очень четко показывают. Те, кто возмущен притеснениями женщин, настроены против действующей власти. Смешно думать, что страна может измениться просто из-за того, что люди нас послушали. Сейчас наступает время, когда все те, кого женщины обвиняли, попытаются вернуться на свои должности. И мы либо это изменим, либо все вернется на круги своя. А значит, чтобы не дать мужчинам взять реванш, демократы сознательно делают компанию максимально эмоциональной. Вот Люба Ширли, кандидат в Конгресс от Нью-Йорка. Мать-одиночка, чьи родственники когда-то эмигрировали в Штаты из Советского Союза. У нее даже на няню денег не было. Теперь таких же одиноких мам Люба призывает обязательно прийти на выборы. Ведь секрет победы республиканцев еще и низкая явка. И политика новых людей принесла свои плоды. Кандидатам с человеческим лицом удалось раскачать избирателей. И на участки собираются прийти куда больше противников Трампа, чем его сторонников. И чтобы отыграть ситуацию, у президента остался всего-то месяц. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк. Американское бюро телеканала Интер.